Здравствуйте, дорогие зрители. Не виделись мы неделю, а за неделю у нас накопилось новостей. Итак, начнем с Хорхи Салинос. Есть у него проблемы с актрисой Андреа Ноли. Ну, проблемы, в общем, житейские, как у всех. Она обвинила Хорхи в том, что он никак не участвует в жизни своей дочери Валентины. Ни экономически, ни морально. Не поддерживает девочку ни деньгами, ни отцовским советом. Ну, и посетовала она то, что семьи пошли сейчас совсем не те, что раньше. Вот раньше, как хорошо было мама, папа, бабушки, дедушки, собаки, в общем, дружная семья, вечером у камина. А сейчас отинокие матери явление повсеместное. Но в обычной истории ничего удивительного. Но и это еще не все. Оказывается, Андреа хочет иметь еще ребенка. И от кого бы вы думали? От того же самого отца желательно. То есть от Хорхи Салиноса. Когда сеньор Салинос был озадачен этой ситуацией, журналистами, естественно, он сначала очень удивился, а потом собрался с духом и ответил. Он сказал, что женщина, конечно, имеет право выбирать. Этого проводника никто не отнимает, но у него и жена есть. И он хотел бы иметь детей в семье. Ну, тут что смешно, что последовательность у дамы, конечно, потрясающая. Умная женщина, хочу сказать. Хорхи с дочкой-то не знаком, а еще мы и сына хотим. Ну, во-первых, интересно, как она себя это представляет. Ну, может быть, это было сказано в надежде, что, может быть, он вспомнит о ней и передумает, и вернется. Но что-то сомнительное. Ну, вот, например, Габриэль Сота, да, побегал-побегал до вернулся в семью. Даже родил второго ребенка. У Хиральдин и Габриэля родилась вторая дочь, совсем недавно. Назвали ее Олекса Миранда. Ну, радостное событие. Ну, тут что интересно, после того, как Габриэль узнал о беременности второй Хиральдин, он побежал к доктору и срочно сделал вазектомию. Ну, вообще странно, да? Хотя, с другой стороны, он объяснил это так, что надо вырастить и этих детей достойно. Ну, возможно, он и прав. Хотя, с другой стороны, его доходов хватит на небольшой детский сад. Так что нечего тут прибедняться. Ларина Рохас дала интервью прессе и показала свою маленькую приемную дочь Лусиану. Ларина счастлива теперь, что у нее есть дочь. Это помогает ей бороться с болезнью, дает силы жить. Ну, и правду сказать, Ларина за последние месяцы несказанно похорошела. Потому что, сами понимаете, что болезнь у нее такая, которая не красит. А тут, видимо, действительно, счастье материнства оказало на нее очень сильное влияние. Ну, и слава тебе, Господи. Второго ребенка ждут Аарон Диас и Лола Понс. Ну, что очень круто. Будут теперь вместе со своим многочисленным семейством позировать на пляже. Вообще, нам интересно, когда Аарон умудряется работать. Весь интернет, журнал People in Espanol, все остальные источники, забиты буквально фотографиями с его твиттера и инстаграма, где он со всем семейством на пляже. Ну, значит, вот такой молодец. Подыхает, подыхает. Как? Поработает. Себастьян Рули удивил продюсера новеллы, в которой снимается, интересной просьбой. Он попросил, чтобы его снимали только в голубых рубахах. Ну, каприс не каприс, но просьба была очень настоятельной. Продюсер сначала удивился, но потом Себастьян ему объяснил, что в голубом ему сказочно везет. Ну, вполне согласны. Рейтинги у его новой новеллы очень высокие. Ну и в личной жизни вроде бы начинает налаживаться, потому что ходят настойчивые слухи, что у Рули роман с актрисой Ингрид Марц. И хотя Ингрид и Себ это отрицают всячески, мы склонны верить тому, что пресса все-таки разнюхала что-то. Ну, вот Ингрид говорит, что они просто дружат, а Себастьян поведал публике, что никакие бабы его сейчас вообще не волнуют, он занят только сыном. Кстати, о сыне. Мальчику по имени Сантьяго исполнилось недавно 4 года. И оба родителя, и Себастьян, и его бывшая жена Сесилия Голианов присутствовали на его дне рождения. А через несколько дней Сесилия потеряла обручальное кольцо, которое ей подарил жених Марк Татчер. Искала она его по всем закоулкам, искала и не нашла. Вот такая вот история. Наводит на размышления, вам не кажется? Ну и напоследок, на сладкой, как всегда, конфетка убийственная Минель Конде. Ну, тут вообще истории куча. Просто замучаешься рассказывать. Поэтому мы решили, что вам критесенцию выдадим. После развода девушка развернула бурную деятельность, поскандалила с парой-тройкой людей, нарвалась на парочку судебных исков, получила один симпатичный подарок и также ушат грязи на голову от бывших охранников. Ну и так все по порядку. Но без излишних подробностей, потому что это нечто шизофреническое в сети истории. Начнем со скандала на конкурсе Мира Кебайле, где она всячески придиралась к порториканцу Джонни Лассано. Ну, не понравился ей Джонник. Ну, мало что страшненький, зато обаятельный. Она сказала, что он совсем даже не мужик и расист по отношению к мексиканцам. Ну, Нинель, она вообще очень нежная натура. И ее мексиканскую вот эту вот сущность обижают все, кому не лень вообще. Пуарториканцы страшно обиделись и стали травить Нинель в твиттере. Потом заявили, что теперь она в Пуарто-Рико может не приезжать. Нинель как-то в серьезности их намерений поверила и сказала, что решила сократить свои визиты на остров до предела. Второй скандальчик во время конкурса разразился из-за красавца Педро Морено. Нинель ничего не могла с собой поделать и буквально липла в кубинжи. И это несмотря на то, что у него есть жена и у нее новый молодой жених. Педро пришлось даже вежливо объяснять, что он вовсе не такой. Ну и она сказала, что она не такая, но тут просто ждет трамвая. Ну, талант не пропьешь. Поэтому на премии Лону Эстро Нинель опять же не держалась и в свойственной ей интеллигентной манере высказалась, что всю жизнь мечтала о таком мужчине, как ее соведущей Уильям Леви. И это при молодом и богатом женихе, который совсем недавно подарил ей новенькую машинку за 750 тысяч песо. А потом случилась и вовсе катастрофа. Дело в том, что двое ее бывших охранников решили рассказать всем, перед тем, как подать иск в суд, что Нинель деспотична, капризна, одержима, уж не знаем, чем алкоголем или еще чем-то, и биполярна. Биполярна значит не совсем, так сказать, ну, шизофренична, так скажем, в переводе на простой язык. Вот. Кроме того, они сказали, что она изменяла своему бывшему мужу Хуану Сиппеде с тремя мужчинами одновременно. Поэтому они потребовали с нее по полу лимона песо, возмущение их душевных страданий и за беспричинное увольнение. Ну, Нинель сразу же заявила, что ничего подобного, никакая она не биполярная, и никому она не изменяла. Это ее бывший Хуан Сиппеда нанял этих двух мужиков оклеветать бедную овечку. Кроме того, они у нее никогда и не работали. И она их не помнит. Вообще. Ну, где ж их там запомнишь-то, да? Где они, а где она, звезда пленительного счастья? Ну, вот. Ну, мы так понимаем, что контракты не исполнял тоже ее бывший, потому что дамочка три раза не явилась на заявленные выступления в Калифорнии. И бизнесмен, который это все устраивал, страшно разозлился и решил вообще подать в суд. Ну, что? Ну, нормальная жизнь, очень хорошо все. Вот. Надеемся, что удастся ей, так сказать, отбрехаться от судебных преследований. А может, и не удастся. Ну, жизнь, она такая. Сегодня хорошо, а завтра тебе очень плохо. Итак, на сегодня все. Подписывайтесь на наш канал. Вас ждет очень много интересных. До свидания.